Студенты Лобинского медицинского колледжа достойно выступили в зональном конкурсе «Я молодой, выбор за мной», заняв второе место. Эти молодые люди всегда проявляют активность, такую жизненную позицию продвигают среди сокурсников. Члены жюри отметили лобинскую команду, как упорную, дисциплинированную, грамотную, достойную, говорят студенты. Я считаю, что мы выступили очень достойно, мы показали себя с лучшей стороны, показали, как мы вообще умеем, то, что нам не безразлично будущее нашей страны, мы просто молодежь и мы считаем, что выборы – это очень важно для нас. Главная цель фестиваля – это повышение уровня правовой грамотности, политической культуры, электоральной активности молодежи, а также создание условий для осознанного участия молодых избирателей в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Конкурс проводился в несколько этапов. Вначале конкурсанты готовили видеоролику на тему избирательного права и процесса, а второй этап – тематические плакаты. Но самым волнительным для участников стал творческий этап конкурса, который состоялся в Ромавире. Молодежные команды из муниципалитетов округа состязались за право быть лучшими в пяти конкурсах, в которых были важны командный дух и творческий подход. Лобинская молодежь оказалась в числе лучших. На предстоящем конкурсе было очень интересно. Многие команды показали очень интересные агитбригады, много интересных сведений. Мы узнали о выборах, что, как надо голосовать. Так как я в этом году первый раз буду голосовать, мне было очень интересно с этим совсем ознакомиться. И обязательно я буду продвигать это движение, чтобы все наши молодые люди, которым уже исполнилось 18, ходили на выборы и голосовали за свое будущее. Эти конкурсы направлены на то, чтобы поднять активность, инициативу молодых, потому что будущее, собственно говоря, за ними. Наши студенты активны, потому что в данном конкурсе было две номинации. Это визитка, которая представляет свою команду, и мы должны были представить своего кандидата. Мы сами списали сценарии, сами переделывали песни и готовили агитбригаду. По крайней мере, жюри высоко оценило наше выступление. Молодые люди уже сегодня строят планы на будущее, говорят о проблемах сегодняшнего дня. Их волнуют разные вопросы, в том числе развитие нашего региона и страны в целом. На вопрос, если бы ты стал президентом, что бы предпринял для улучшения жизни населения, студенты отвечают. В первую очередь надо улучшить жильцекоммунальные услуги людей, условия людей. Ведь множество у нас пенсионеров нуждаются в нашей поддержке власти, множество ветеранов войны нуждаются в поддержке власти. Также вечная проблема с дорогами, жильцекоммунальные проблемы, они все никогда не решаются. Я бы в первую очередь занялся развитием страны, поддержкой молодых и старых. Уже третий год группа наших студентов, волонтеров принимает участие в этом конкурсе и уже второй раз занимает второе место. В позапрошлом году из пяти команд, в этом году из восьми команд. Но это радует. Во-первых, хочется сразу сказать, что у нас очень хорошая молодежь. Молодежь наше будущее, действительно, будущее у нас хорошее. Потому что молодежь просто отличная. Мы увидели ребят, все задорные, веселые, думают о себе, о стране.